О том, что учреждения социальной защиты могут быть прибыльны для предприимчивых работников, рассказано еще в романе «12 стульев». Пожилые люди хороши для них тем, что им бывает трудно постоять за себя, их легко запугать, а главное, сложно доказать подобные преступления. Пансионат Ясницкий Оловянинского района вновь в объективе наших телекамер год назад поднимался вопрос о качестве питания и наживы за счет постояльцев этого пансионата. Сюжет, который вышел в сентябре, получается, 2021 года, был основанием для проведения прокурорской проверки. Прокуратура Оловянинского района с выходом на место провела проверку всех доводов, которые были изложены в сюжете. Часть доводов, которые были изложены, подтвердились. В ходе проверки, в частности, были выявлены нарушения при организации питания. Также нарушения в области санитарно-эпидемиологических норм. В пищеблоке выявлено нарушение при обеспечении мягким инвентарем, зимней одеждой и обувью. Директор учреждения, который, напомним, в прошлом году на встрече с журналистами не решился, было выписано представление. Двое работников пансионата были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также предпринятые меры к устранению нарушений. Но, насколько меры были действенны, на сей раз нас пригласили родственники 90-летней женщины, которая вот уже два года пребывает в стенах этого заведения по медицинским показаниям. Как начались ковидные ограничения, то есть это два года назад, да, доступ к нам, то есть доступ закрыли, мы не могли с ней не увидеться, то есть мы только на связи, только созванивались. И в течение двух лет, то есть вообще нас не пропускали абсолютно. И вот мы доступ-то имеем, получается, последние вот полтора месяца. И вот когда мы приехали, бабушка сказала о том, что остатки пенсии ей на руки не выдают. По закону, 75% пенсии клиентов, что содержится в пансионате, уходит на оплату услуг этого заведения, 25% обязаны выдать на руки, либо зачислить на счет. Разумеется, все денежные отношения должны быть подкреплены ведомостями или банковскими бумагами. За два года у Галины Петровны должна была скопиться сумма больше 150 тысяч рублей. Но, как утверждает пенсионерка, деньги на руки она не получала, а счетов на нее не заведено. Но необходимых документов, за исключением чеков из магазина, родственникам представлено также не было. Мы обратились к сотрудникам пансионата, узнать, где остатки бабушкины. На что было сказано, что у вас же бабушка дееспособная, откуда мы знаем, куда она девала деньги. Вот, смотрите, расходы. Дали нам книжку с расходами. И в чем дело-то еще? После того, как мы начали задавать неудобные вопросы, сотрудники в очень грубой форме начали нам угрожать, что нужно с нами расторгнуть договор, раз у нас такие вопросы возникают. Пансионат предназначен для проживания ухода за пожилыми людьми и инвалидами с тяжелыми соматическими и неврологическими расстройствами. Пациенты здесь не способны к самообслуживанию, самостоятельному передвижению или маломобильной, нуждающейся в медицинском и бытовом уходе. В общем, не от хорошей жизни приезжают сюда люди. У многих нет родных или они очень далеко. По мнению родственников Галины Петровны, ситуация сложилась таким образом. Их пытались смутить завуалированными угрозами выкинуть пожилого человека на улицу. В распоряжении нашей редакции есть аудиозапись, на которой социальные работники хором на них кричат. В первый приезд на вопрос «Где деньги?» ничего конкретного руководство заведения объяснить не смогло, заявив, что все средства и чеки находятся у социального работника, который, в свою очередь, ушел в декретный отпуск. Им пришлось приехать повторно. Когда мы приехали посчитать все-таки уже по расходам и по пенсии вообще, да, куда деньги уходят, каким-то чудным образом в личном деле у бабушки появились акты, которых не было. То есть первый раз этих актов не было. Акты о том, что деньги хранились сначала у сотрудника пансионата, а потом сотрудник пансионата в присутствии свидетелей вернула бабушке эти деньги. Мы снова задаем вопрос «Ну вернула, хорошо, вернули вы бабушке деньги, а где эти деньги?» Мы не знаем. Мы не знаем, где она их хранит. Мы не знаем, как она ими распоряжается. В общем-то, в целом они ничего не знают. Как выяснилось позже, сотрудники пансионата во главе с директором вообще ничего не знают. Например, как в чеках о расходах, где указаны в основном продукты, появилась жевательная резинка. Сложно поверить, что она вообще нужна 90-летней женщине. Вместе с родственниками Галины Киперевой мы приехали к зданию, где нам должны были выписать пропуск. Дело это оказалось небыстрым. Сотрудники без конца с кем-то перезванивались. Это дало нам время побеседовать с постояльцами, которые, даже не видя наших камер, а просто новых людей, начали жаловаться на условия содержания в пансионате. Жить-то можно, но вот кормежка, ну как к этим, свекла, морковь, капуста. Три ингредиента основных надоедать. Вот люди пенсию получили, копейки остались, идут, продуктишки себе закупают, чтобы здесь варить себе это, ну, хоть можно по-человечески маленько поесть. Вы обращались к директору? Мы уже в дурку писали, в прокуратуру написали. И никому дела нет у нас. А сколько на питание уходит в день? Ну, говорят, 200 рублей. Никому нет дела. Пенсионеры-инвалиды компактно спрятаны от лишних глаз и устраивают всех своим молчаливым согласием. Это объясняет и то, почему после нашего прошлого визита ничего не изменилось, в том числе и в поведении директора заведения. Когда нас все-таки пропустили за ворота, где расположен корпус милосердия, этот человек нас встретил лично. Но только для того, чтобы не пустить внутрь. Галину Петровну выкатили на улицу, а сам руководитель пансионата принял выжидательную позицию. По существу заданных вопросов в отношении Кибелевой мы готовы ответить на письменный запрос. Вопрос достаточно серьезный, требует разбирательства. Тем более, что, я думаю, здесь необоснованная претензия как со стороны родственников в отношении заявленной сути вопроса. Поэтому нужно разобраться. Отметим, что мы никаких вопросов даже не успели задать. Это очень удобно. Потянуть время там приедет в доску свой представитель районных правоохранительных органов или, еще лучше, собственного министерства. И жалобы постояльцев пансионата утонут в ворохе бумаг. Но от родственников легко отделаться не получилось. Времяник задал сотрудникам вашу простой вопрос, элементарный. Почему остатки пенсии не отдавали бабушке на руки? После того, когда приехали второй раз, в личном деле у бабушки появились акты о том, что ей вернули деньги. Этих актов в первый раз, когда смотрели личное дело, этих актов не было. Их не было. Этих актов не было. И по актам видно, что они написаны одной рукой, одним человеком, даже одной ручкой. Сама Галина Петровна пояснила, что к ней в палату зашла работница пансионата, предложила расписаться в неких документах, не поясняя их суть. Прочитать их бабушка, естественно, не смогла. Небольшая ремарка. Конкретно в этом корпусе содержатся в основном люди, не имеющие родственников, то есть заступиться за них некому. Директор, как заведенный, повторял, что кому надо, те разберутся. По сути, свали всю ответственность на социального работника. А позже пригласил родственников внутрь, без камеры, чтобы эти якобы ознакомились с меню. В результате, там на них с претензиями накинулись сотрудники пансионата, заявив, что если тех что-то не устраивают, пусть разрывают договор. Забирайте бабушку. Вы сказали только что. Забирайте договор, вы сказали. Часко я, наверное, здесь. Только что. А вы вообще кто такие мне указываете? Забрать мне ее, не забрать? Я оплачиваю проживание, то есть не я, а бабушка. Директор, обозвав наш телеканал ангажированным, то есть, видимо, подкупленным, скрылся. Хотя ему предоставили возможность ответить на все вопросы и высказать свое мнение. Он предпочел сбежать. Недавно, в конце июня, поступила жалоба от одного из проживающих учреждений и лиц. Он жалуется как раз на некачественное питание. В случае, если возникают какие-то вопросы, связанные с присвоением денежных средств постояльцев, по ним будет организована проверка и при подтверждении нарушений, безусловно, нам будет принят комплекс необходимых мер для устранения. Учреждения социальной защиты и подобного родов Забайкали продолжают оставаться рассадником всевозможных нарушений жалоб от плохого питания до пропажи денег. Но еще ни один руководитель, по нашим сведениям, не был наказан за подобное происшествие. Тем не менее, родственники Галины Петровны написали заявление в полицию, чтобы уже органы разобрались, куда ушла пенсия. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Баир Самбоев, ЗАПТВ.